18 марта на сервисе HBO Max состоится премьера правильной Лиги справедливости. Такой, какой ее изначально задумывал Зак Снайдер — более мрачный, серьезный и концептуальный. И вот, что о ней важно знать. Снайдер и правда понятия не имеет, какой была ванильная лига. Как вы помните, режиссер в мае 2017 покинул производство фильма. Поговаривали, что это произошло по семейным обстоятельствам — из-за суицида дочери. Но трагедия в семье постановщика лишь совпала с неудержимым желанием Уорнер изменить настроение своих супергеройских картин на более легкое и развлекательное. Более того, руководство студии обрело уверенность, что Снайдер не способен выпускать кассовые блокбастеры, и еще до его ухода над ним поставили двух топ-менеджеров, которые давали ему указания, как правильно надо снимать кино. После смещения Снайдера с кресла постановщика, Уорнер наняла руководить досъемками автора Мстителей Джосса Уидона, который, как считают фанаты, все решительно испортил. Того же мнения и окружение Снайдера. Побывав на закрытом показе, Кристофер Нолан и жена Снайдера Дебора убедили его не смотреть картину. Они были уверены, что увиденное разобьет его сердце. Режиссер рисковать не стал. Снайдер Уидона не нанимал. Ходили слухи, что это именно Снайдер предложил Уорнер Уидона как замену себе. Вранье. Режиссера Мстителей привлекли лично продюсеры студии, и Снайдер с ним виделся только один раз в жизни. Тут, по оценке Зака, переснял примерно три четверти фильма и переписал такую же часть сценария. Все равно, что надругался. Впрочем, версия Уидона не понравилась и самой Уорнер. Один из менеджеров назвал ее «глупой и ужасной херней». Но достаточно смотрибельной херней, поэтому ее решили все-таки отправить не в помойку, а в прокат. Снайдер посвятил грядущую премьеру своей дочери. Ее звали Отом. Она совершила самоубийство, когда Зак еще работал над оригинальной Лигой, и режиссерская версия, как признался сам постановщик, выйдет в ее честь. Посвящение мы увидим в самом конце, перед титрами. Там же будет звучать «Халлилуйя» Леонардо Коэна. Песню спела Элисон Кроу, она же исполнила ее на похоронах дочери Снайдера. Это была любимая песня Отом. Оригинальную Лигу требовалось сделать двухчасовой. Снайдер считал это невозможным. Он был убежден, что никак не получится нормально представить шестерых персонажей и инопланетянина, стремящегося захватить мир за такой несущественный хронометраж. Если сократить продолжительность, то, по мнению Снайдера, вы вырезаете не кадры, а саму душу произведения. Режиссерская версия длится полноценные четыре часа. На самом деле, у Снайдера и без досъемок была четырехчасовая версия. Она хранилась у него на ноутбуке, когда он ушел из проекта. В этой версии не было спецэффектов, и она была выполнена в черно-белом цвете. Снайдер планировал показывать ее друзьям. Уорнер, когда дала добро на выпуск режиссерского варианта, предложила взять именно те кадры и просто доработать, ничего дополнительно не снимая. Но Снайдер был непреклонен. Он заявил, что дерьмовую версию фильма выдавать никакого желания не имеет. На досъемки пришлось потратить 70 миллионов долларов. Неудивительно, что Уорнер не хотела тратиться. И это еще с учетом экономии. Ведь сам Снайдер работал абсолютно бесплатно. Он отказался от гонорара. Благодаря этому, собственно, он и получил творческую свободу. Студия стала смотреть на желания режиссера ощутимо снисходительнее и перестала перечить. Видимо, такая самоотверженность донесла до директоров Уорнер предположение, что фильмы — это не только бизнес, но иногда еще и искусство. Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет 18 марта сразу во всем мире. Премьера будет исключительно цифровой, о запуске в прокат речь пока не идет. Если в США посмотреть новинку можно будет только в HBO Max, то в остальном мире фильм раскидают по разным другим сервисам в зависимости от страны. А на этом пока все. Смотрите хорошее кино и до новых встреч на GSTV. Субтитры подогнал «Симон»!